ПЕСНЯ Сколько можно рыдать? ПЕСНЯ Я сейчас заткну вас обоих! Я сколько раз вас предупреждал! Тихо, всё хорошо. Я с тобой разговариваю! Указывай мне, что делать! Каждую ночь одно и то же! С меня хватит! Я знала, что иногда бываю спульчивой и жестокой по отношению к ней. Но это всё стресс. А стресс заставлял меня делать ужасные вещи. Всё, чего я хотела, это заставить её замолчать. И однажды она замолчала. С небольшой помощью. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Кому я дорогу перешел? Кажется, мы взяли не того. Ты не айтишник? Вот это прикол. А на фотке прям один в один. Извини, сейчас просто дефицит айтишников. И шеф нас убьет, если мы не доставим ему профессионалов. Ладно, тогда план Б. Слушай сюда, у нас нет времени. Ты знаешь, что такое скилл-фэктори? Да, я их всегда рекламирую. Отлично, значит будешь быстро схватывать. Скилл-фэктори это онлайн-школа, которая делает упор на предоставление реального опыта, а не просто зубрежки. И разумеется, она работает по образовательной лицензии. Да знаю я. Заткнись. У них есть курс айти-специалист с нуля. Тебе в самый раз подойдет, так как ты вообще из другой сферы. Как оказалось. План такой. Ты начинаешь проходить курс, знакомишься с девятью топовыми направлениями айти, практикуешься на реальных проектах, получаешь гарантированную стажировку, общаешься с другими студентами, кайфуешь. А авторы курсов и менторы, которые являются действующими разработчиками, будут помогать тебе все время обучения. Так что проблем возникнуть не должно. Потом нарабатываешь свое сильнейшее портфолио, а карьерный центр помогает тебе устроиться на работу. Понял? Ты работаешь, фрилансишь, становишься крутым айтишником. Через год мы ловим тебя на улице, и ты работаешь на нас. Как тебе план? Ну вообще звучит выгодно. Мы даже оплатить поможем. По промокоду УТОПИЯ у тебя будет огромная скидка до 60%, и в подарок получишь курс английского для айтишников. Ну все, до встречи. Чуть не облажались. Хорошо, что мы работаем со SkillFactory, чья ссылка всегда находится в описании. Смотрите, это кажется наш айтишник. Это собака. Взгляните на все это. Тут где-то 3000 страниц. Потребовалось какое-то время, чтобы погрузиться в это дело, хотя я не стану скрывать, я увидел эту новость примерно в то же время, когда она начала распространяться. Просто если меня что-то цепляет, то я начинаю очень быстро шерстить, углубляться и пытаться понять, что именно произошло. А произошло следующее. Австралийка Кэтлин Меган Донован 1967 года рождения вышла замуж за Крейга Гибсона Фолбига. Это была простая пара, ничего необычного, но в 1989 году у них рождается ребенок. Мальчик Калеб Гибсон. В целом это был здоровый ребенок, но неделю спустя Кэтлин замесила у него проблемы с дыханием и повезла в больницу, где Калебу поставили диагноз ларингомаляция. Это буквально мягкая гортань, одно из самых распространенных врожденных заболеваний гортани у младенцев. Обычно это вызывает просто шумное дыхание и может пройти само. В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, а в еще более редких вызвать серьезное затруднение дыхания. Так вот, это шумное и прерывистое дыхание врач назвал небольшой проблемой, что со временем это пройдет. Он был прав, это прошло, но есть небольшое «но». В какой-то момент, около трех утра, мистер Фолбик был разбужен тем, что он написал, как выкрикиваемые слова. Он выбежал в соседнюю комнату и обнаружил жену, стоящую у детской кроватки. Она кричала, «Мой малыш, с моим малышом что-то не так». Калеб лежал на спине в колыбели. Он был завернут в плед. Мистер Фолбик взял ребенка на руки и отметил, что он был теплым на ощупь, но, похоже, не дышал. Он сказал жене вызвать скорую помощь и сам попытался сделать ребенку искусственное дыхание. Сотрудники скорой помощи прибыли в 2 часа 55 минут, но Калеб к этому времени был уже мертв. Что может быть хуже для родителя, чем потерять ребенка? Это безумно ужасное событие, которое никого не может оставить равнодушным. Когда ребенок в столь раннем возрасте уходит, мы сопереживаем этому намного больше, ведь в чем он виноват? Он даже не успел увидеть мир за пределами своей комнаты. Особенно страшно, когда тебе не говорят, из-за чего он умер. Синдром внезапной детской смерти. Знаете, что это такое? Это не заболевание. Это просто термин, который употребляют, когда происходит смерть, от остановки дыхания. И внешний осмотр и вскрытие не дает ответ, почему смерть произошла. Просто произошла. Ну, извините. Такое случается довольно редко. Очень, грубо говоря, один ребенок из тысячи. Зависит от страны и года. Раньше было больше случаев, сейчас меньше. Но, к сожалению, точные причины СВДС не обнаружили за больше, чем 70 лет исследований. Хотя нашли факторы, повышающие риск. Скажу сразу, нет, не прививки. В данный момент, в данный момент, нет никаких данных, которые бы связывали прививки и этот синдром. Все куда проще. Первое. Курение и употребление алкоголя и наркотиков во время беременности. Лишний повод напомнить, что это говно убивает. Чрезмерное укутывание младенца и, соответственно, перегрев. Это самоисполняющееся пророчество. Люди боятся, что с ребенком что-то произойдет, если он не будет достаточно укутан. Но с ним что-то происходит именно из-за этого. Далее идут разные инфекции, дефекты мозга, маленький вес, сон на очень мягком, сон в одной кровати с родителями и, конечно же, сон на животе и на боку. Казалось бы, такая мелочь, но после того, как врачи распространили информацию о том, что нужно укладывать детей только на спину, количество таких смертей снизилось. Надеюсь, вам эта информация поможет. А мы возвращаемся к Кэтлину. Разумеется, она хотела ребенка. Ее муж Крейг тоже хотел, поэтому это было делом времени. Спустя год, 3 июня 90-го, рождается еще один сын. Патрик Аллен Фолбик. В этот раз муж остается дома, присматривать за сыном и женой. Проходит 5 месяцев. История повторяется. Крики посреди ночи. Как будто это уже происходило. Он вбежал в спальню и обнаружил Кэтлин, стоящую около детской кровати. Мистер Фолбик сразу же поднял бездыханное тело Патрика и сделал искусственное дыхание. Тело было еще теплым. На самом деле, Крейг тогда не знал, что мальчик был еще жив. Когда врачи дали ему кислород и положили в палату, к счастью родителей, он пошел на поправку. Жаль, что ненадолго. Через два дня у него начались эпилетические припадки. И впоследствии была обнаружена корковая слепота. Это полное отсутствие зрения. На тот момент Кэтлин перестала что-либо интересовать. Сами подумайте. Первый ребенок погиб. Второй ослеп и страдает от припадков. Но вряд ли на тот момент она знала, что это только начало. Начало истории, которая не только перевернет ее жизнь, но и без преувеличения тысяч других людей. Состояние мальчика ухудшалось. Его то выписывали, то возвращали обратно в больницу из-за новой инфекции или нового припадка. И однажды, когда он находился дома в возрасте восьми месяцев, на работу Крейга поступает телефонный звонок. Через трубку доносился пронзительный крик, состоящий из трех слов. Это случилось снова. Официальная причина смерти асфиксия. Недостаточно кислорода, проще говоря. Последнее заболевание, эпилептические припадки на протяжении четырех месяцев. Но что самое интересное, не было установлено, что именно послужило причиной асфиксии. Может припадок, а может и нет. Нет этого в расследовании. Через год угадайте, что у них рождается девочка. Сара Кэтлин Фолбиг. Да, многие забросили бы эту затею после двух ужасных инцидентов, но Фолбигам очень хотелось ребенка. Ребенка, который как минимум будет жив. Сара была, как и первый малыш, в целом здоровым ребенком. Единственное, в возрасте четырех месяцев была обнаружена инфекция верхних дыхательных путей. Был кашель, началось лечение, мать на взводе, увольняется с работы, проводит время с малышкой и... В возрасте десяти месяцев ночью она перестает дышать в своей кроватке. Эффект дежавю. Все это уже происходило. Искусственное дыхание, скорая, реанимация, вскрытие, отсутствие внятных причин и диагноз синдром внезапной детской смерти. Представили себе эмоции родителей в этот момент? Нет. Они будут не такими, о которых вы подумали. Мы не знаем, как определенные люди поведут себя в такой ситуации. Это знают только репортеры и комментаторы в интернете, которые знают вообще все. А на самом деле эмоции могут варьироваться от крика и агрессии до полного закрытия в себе. И в отличие от распространенного мнения, они могут не показывать своей скорби оставшееся время. Они также могут отдыхать, улыбаться, вести обычный образ жизни. Представьте себе. И даже после такого задуматься о том, чтобы завести еще одного ребенка. Все еще не могу уснуть. Кажется, думаю о Патрике, Саре и Калибе. Все это заставляет меня всерьез задуматься, глупа ли я или поступаю правильно, заводя этого ребенка. Меня преследует страх того, что это повторится. Кэтлин и Крейг переехали в другой город. По сути, начали новую жизнь. И через пять лет после последнего происшествия родилась Лора Элизабет Фолбик. В этот раз родители были готовы максимально. Они с самого момента рождения мониторили ее состояние, вызывали специалистов, чтобы оценить ее сон. Обсуждали с профессорами синдром внезапной детской смерти и как избежать этого в будущем. В конце концов, девочку выписали из роддома с прибором, который записывает информацию о дыхании и сердцебиении. И в этот раз все обошлось. Малышке исполнился год. Мама начала ходить в спортзал, а отец работал. Все шло по плану, кроме того факта, что Крейг и Кэтлин стали ночевать в разных комнатах, отдалялись друг от друга и удерживала брак разве что только дочка, за которой нужно ухаживать. И тут гром среди и так далеко не ясного неба. Госпитализация девочки из-за сильной рвоты, вирусный гастроэнтерит. Еще одна госпитализация, инфекция дыхательных путей. Потом грипп, сильный насморк, кашель, лечение, смерть в своей кроватке в возрасте 18 месяцев. Причина смерти не установлена. Калеб, Патрик, Сара, Лора. Четыре ребенка, четыре странные смерти. Заметили этот мимолетный акцент на слове странное? Интересно, зачем я его сделал? Может, специально? Ради того, чтобы вы задумались о том, что это реально странно. Как бы то ни было, Катлин Фолбик больше не заводила детей. Но не потому, что не хотела, а потому, что ее муж Крейг находит ее дневники. Скажите честно, когда я в самом начале рассказывал про то, что родители теряли детей, вы же сочувствовали их утрате? Может, разве что у некоторых возникло какое-то подозрение. Например, почему у мертвых детей всегда находила жена, а не муж? Странно, да? Я говорю это и четко вижу, что ваше подозрение усиливается. Я склоняю вас на сторону недоверия. Я нагнетаю и интригую. Но не просто так. Смерть Лоры повергла ее отца в отчаяние, и они с Кэтлин расстались. Все к этому шло, и расставание было всего лишь вопросом времени. Однажды мистер Фолбек вернулся в дом, чтобы навести порядок и забрать оставшиеся вещи, но он вряд ли знал, что этот день перевернет его жизнь с ног на голову. Он обнаружил несколько дневников, которые Кэтлин вела втайне от него на протяжении десяти лет. То, что он прочитал, его шокировало. Я знала, что иногда бываю вспыльчивой и жестокой по отношению к ней, и она ушла с небольшой помощью. Стресс заставлял меня делать ужасные вещи. Все, чего я хотела, это заставить ее замолчать, и однажды она это сделала. С тремя другими детьми я никогда не утруждала себя мыслями о школе и подростковых годах. Может быть, потому, что я всегда знала, что они никогда туда не попадут. Интересный поворот. Не так ли? Отец наконец все понял. Все пазлы сошлись. Вот почему смерть наступала исключительно тогда, когда он спит или на работе. Это не было синдромом внезапной детской смерти. Детям помогли. Он обратился в полицию в 2001 году, спустя два года после смерти детей. Показал дневники. Полиция в шоке. Начали обыск, нашли еще дневники, прочитали их и задержали Кэтлин, разумеется. Причину не нужно было искать в детях. Причина была рядом с детьми все это время. Да, это реально страшно. Или страшно реально. Но родители и детоубийцы это не что-то необычное. У этого даже есть свой термин фелицит. И в среднем полтысячи детей в год погибают от рук родителей. Казалось бы все, преступника поймали, можно заканчивать на этом. Но все это только начало. Долгая, однако, подводка получилась. Начался судебный процесс. Разумеется, чтобы посадить Кэтлин, нужны веские доказательства. Дневники у нас есть, окей, нужно что-то еще. Муж говорит, что она странно себя вела и вообще агрессивная. Хорошо, мнение мужа учтем. А, вскрылись подробности ее жизни. Оказывается, когда она была маленькая, мать прямо на улице, нанеся 24 удара ножом. Знаете, что сказала соседка на суде? Что он повернулся к ней сразу после убийства и сказал. Если бы я этого не сделал, она бы убила моего ребенка. Кто знает, может, это семейное, а может, совпало просто, но в дневнике однажды было написано. Очевидно, я дочь своего отца. Это должно было ее погубить. Информация просачивается в СМИ и начинается представление. Австралийская мать вчера была осуждена за убийство своих четырех маленьких детей путем удушения во время сна. Верховный суд Нью-Саут-Уэльса в Сиднее постановил, что 35-летняя Кэтлин Фолбик возмущала, что дети не давали ей спать и ходить в тренажерный зал. Для людей Австралии, да и всего мира, она уже была виновна, хотя приговора еще нет. Приговора еще нет. Как я сказал, матери часто убивают своих детей и часто они скидывают вину на синдром внезапной детской смерти. Люди такие, а, тут замешана наука, о которой мы, наверное, не знаем. Давайте не будем ее трогать и отпускают, если нет признаков убийства. И тут на сцену выходит настоящая наука. Сэр Сэмюэл Рой Мидоу является британским педиатром с кучей наград и регалий за заслуги в области охраны здоровья детей. Был даже посвящен в рыцаре за это. И его называют самым выдающимся педиатром Великобритании. Однажды он написал книгу, которая называется «Азбука жестокого обращения с детьми», где сообщил «Следующее». Нет никаких доказательств того, что случаи смерти в детских кроватках часто встречаются в семьях, но есть множество доказательств того, что жестокое обращение с детьми имеет место. Всегда помните одно правило. Одна внезапная смерть младенца является трагедией, две подозрительными, а три убийствами. Пока не доказано обратное. Это стало известно как закон Мидоу. И он очень сильно повлиял на восприятие людей, ведь если так подумать, а ведь правда, СВДС довольно редкое событие. Ну ладно, можно понять две смерти, но три или четыре это даже статистически просто невероятно. И именно эта статистика была высказана в судах против обвиненных детоубийц. У родителей не было возможности парировать. Наука не на их стороне. Рой Мидоу даже выступал в качестве свидетеля-эксперта во многих делах, например, в деле Салли Кларк, которая впоследствии была осуждена за убийство двоих детей. Он сообщил, что вероятность двух смертей от неизвестных причин в одной семье равна одному к 73 миллионам. И вероятно, такой случай произойдет раз в 100 лет. Это статистика. Да, можно допустить, что случаются совпадения, разумеется, но оправдывают женщин, когда статистика говорит, что это практически невозможно. Нет, присяжные и судьи не такие глупые. Они выносят приговор виновно на все спорные случаи, которые происходят с массовым убийством своих детей. В 2003 году они выносят приговор и Кэтлин Фолбик на основании ее дневников, так как было решено, что это прямое признание в убийстве и на основании закона Миду, ведь против науки не попрешь. Виновна в убийстве Патрика, Лоры и Сары. Виновна в непредумышленном убийстве Калиба. 40 лет в тюрьме строгого режима. Официальная версия убийства дети были задушены своей матерью. Газеты ликуют. Ее называют самой ужасной серийной убийцей в Австралии, а также самой ненавистной. Как она признавалась позднее, в тюрьме остальные женщины не относились к ней как к человеку. Однажды ее жестоко избили при переводе в новую тюрьму. Да достаточно почитать комментарии на форумах, где все это обсуждается. Опять же, неудивительно, убийство беззащитного ребенка всегда вызывает больший отклик вот тут. И наверняка матерей раздражал тот факт, что Кэтлин до последнего наставила на своей невиновности. Но кто ей поверит? Да. Адвокаты то и дело подавали апелляцию. Утверждали, что дети умерли от неизвестных причин, что может это какая-то генетическая аномалия и все не так очевидно. Но единственное, что им удалось сделать, это сократить срок до 30 лет. И тут случается то, чего не ожидал практически никто. Вернемся немного к делу Салли Кларк, которую посадили из-за данных Роя Миду. Девушка-адвокат, 64-го года рождения. Семья хорошая, с достатком, без особых проблем. В 1996 году рожает сына, который был полностью здоров, но умирает спустя пару недель. Причины нет. Синдром внезапной детской смерти. Через два года рождается еще один сын. Умирает ровно при таких же обстоятельствах. В каждом из случаев ребенок в этот момент был наедине с матерью. А доктор, проводивший обследование тела, говорит, что первого задушили, а второго затрясли до смерти. Ее и ее мужа арестовывают по подозрению в убийстве и предъявляют обвинение, исходя из информации Роя Миду о том, что это статистически невозможно. Салли Кларк отрицает свою вину, но ее сажают в тюрьму на пожизненное. Дело против мужа было прекращено, кстати. Он бросил свою работу, устроился поближе к тюрьме, продал дом, чтобы оплачивать апелляции и все в таком духе. Мило, но мы же не будем жалеть убийц. Правильно? Но в этом деле есть несколько важных странностей. Странность номер один. В новом судебном деле поднимается вопрос о том, почему патологоанатом доктор Уильямс сначала указал причину смерти первого мальчика как инфекцию нижних дыхательных путей, а после смерти второго мальчика изменил диагноз первого на удушение матерью. Просто представьте, он пишет, что был гной, что было острое воспаление легких и что причина смерти инфекция. После смерти второго я не заметил там особо каких-то инфекций. Это же чушь, да? При прекрасном допросе он так и не смог пояснить, почему поменял мнение, что поставило под вопрос его компетенцию. Странность номер два. Верховный суд решил выяснить, на чем основывается статистика МИДу 1 к 73 миллионам. И они нашли ответ. Есть информация, что у некурящей матери в обеспеченной семье вероятность родить ребенка, который умрет от СВДС, равна 1 к 8 тысячам 543. Допустим. Что нужно сделать, чтобы посчитать вероятность для двух детей? Его ответ умножить вероятности друг на друга. Получается почти 73 миллиона. Вы, мне кажется, даже на секунду не представляете, какая началась вонь, когда об этом узнали. Ученые вахери. Королевское статистическое сообщество рвет волосы и чуть ли не говорит, что МИДу сумасшедший. Знаете почему? Потому что расчет был сделан на двух детей независимо друг от друга. Как будто эти дети были от разных матерей. Но критика его слов заключается в том, что мы можем столкнуться с фактором, который повысил бы вероятность смерти второго ребенка в одной семье. Понимаете? Ну, допустим, генетическая мутация, неизвестно. Или инфекция в доме, грибок, да что угодно вообще. Каждый такой случай требует тщательного расследования. Они говорят, что это буквально должно быть незаконно делать такие упрощения, которые могут посадить человека в тюрьму. А профессор математики выпустил статью, где сказал, что, во-первых, Миду не придумывал этот закон, а просто украл его из книги других ученых, которые тоже не предоставили доказательств. Во-вторых, двойное СВДС в семье более вероятно, чем двойное убийство. Вина должна быть доказана на основе судебных и других доказательств, а не только на основе этих статистических данных. Позже научный журнал Lancet публикует статью, где приходят к выводу, что повторяющиеся смерти детей в одном доме являются скорее естественными. А другие исследования говорят, что риск СВДС у братьев и сестер тех, кто умерли от СВДС, возрастает в четыре раза. Но присяжные уже считали это невозможным. Они уже считали ее виновной. На этом строилось все обвинение и больше ни на чем, потому что следов насильственной смерти не было обнаружено. А сейчас приготовьтесь. Адвокат Мэрилин Стоу. Просто адвокат по семейным делам, которая вообще никак не относится к делу и даже уголовкой никогда не занималась. Как-то раз по телеку смотрела обвинение Салли Кларк и говорит, а мне кажется, она невиновна. Что-то мутная какая-то шляпа происходит. Позвонила мужу осужденной и они начали свое расследование. По идее это должно было привести к ничему вообще. Но кто бы мог подумать, что произойдет это. Они пошли в больницу, куда привозили детей после смерти. Взяли там отчеты о вскрытии погибших мальчиков и... Помните второго сына, которого затрясли до смерти? Его звали Гарри и в медицинских отчетах были доказательства того, что у него был обнаружен золотистый эстафилококк. И знаете что? Доктор Уильямс, патологоанатом, проводивший осмотр и отправлявший материал на исследование, утаил эту информацию в суде. Никто даже не знал, что какие-то образцы были отправлены на экспертизу. Как вам весь этот цирк? Апелляционный суд признал расчеты Мидоу несостоятельными. А ошибку патологоанатома решающей. Ведь даже если смерть наступила не из-за этого, суду должны быть предоставлены важные материалы дела. Тогда провели бы еще одну экспертизу. К сожалению, в расследовании этих смертей, по-видимому, существовали значительные и продолжающиеся проблемы. Стандартные протоколы не соблюдались и были пропущены такие важные шаги, как обычное вскрытие и гистология, что препятствовало проверке предполагаемых результатов вскрытия. Кроме того, ряд потенциально важных диагнозов и выводов со временем были изменены. Это сопряжено со значительным риском судебной ошибки. Хотя потом выяснилось, что этот патологоанатом уже совершал ошибки и путал несчастный случай с болезнью и признавал это. Не суть. Ученые дискредитированы, а Салли Кларк выпустили из тюрьмы. Не потому, что она не убивала детей, мы этого не можем знать наверняка, а потому, что прямых доказательств против нее не было, а значит, и сажать ее было спорным решением. Объявляется перерыв на обед. Мидуу подходит к комнате защиты Салли Кларк и говорит Салли, для меня это все ужасно, должно быть это ужасно и для вас. Муж Салли хотел ударить его, но адвокаты посоветовали Рою Мидуу уйти. Последствия для Салли такие. Затяжная депрессия, изменение поведения после случившегося и смертельное отравление алкоголем в 2007 году. Это был первый случай официально признанной судебной ошибки, связанной с синдромом внезапной детской смерти. Сразу же начался пересмотр дел, в которых участвовал Мидуу, и что бы вы думали, во многих из них людей сажали в тюрьму не потому, что есть доказательства, а потому, что статистика так сказала. Точнее, не статистика, а именитый ученый, который взял эту статистику из головы. Была чаша весов. Большой человек науки сказал, что виновна, и отпустить из-за отсутствия доказательств. Все выбирали первое и ошиблись. Потому, что, как показывает практика, даже авторитетные источники, даже самые крутые в мире ученые могут дезинформировать, хотят они того или нет. Этих женщин начали выпускать. Донна Энтони осуждена за убийство двух своих детей. Рой Мидоу заявил, что она их задушила. Оправдана после шести лет в тюрьме. Трупти Паттель осуждена за убийство трех своих детей. У двух из них не нашли никакой причины и следов насильственной смерти. У третьего же обнаружили четыре сломанных ребра. Трупти сказала, что это из-за реанимации, но патолагонатом заявил, что малыша избили. Рой Мидоу также заявил, что это убийство и женщину арестовали. Через несколько недель патолагонатом сказал, что вообще-то он с таким раньше не сталкивался, но к нему поступили другие дети недавно, где перелом ребер был из-за реанимации. И он сообщил это суду, мол, бес попутал, извините. Появляется бабушка Трупти Паттель и говорит, что 5 из 12 ее детей скончались в детстве от неизвестных причин, поэтому тут может быть замешана генетика. А к этому времени расчеты Мидоу уже были опровергнуты и Трупти оправдывают. Кажется, в этом деле замешан идиотизм. Продолжаю наблюдение. Анджела Каннингс убийство двух своих детей. Осуждена на пожизненное после участия в деле Роя Мидоу, который заявил об удушении. Расследование показало, что ее бабушка тоже потеряла двух детей. Пересмотр дела после опровержения Роя Мидоу и в конце концов оправдан. И это только часть пересмотренных дел. Вы представляете, сколько людей пострадало просто из-за того, что педиатр Роя Мидоу, которому все доверяли, принимал участие в процессах. И на его статистике, взятой из воздуха, основывалось обвинение. Повторюсь еще раз, это не означает, что эти мамы были невиновны. Это означает только одно, их не должны были сажать без доказательств. Максим Робинсон была осуждена за убийство двух детей и тоже говорила, что это синдром внезапной детской смерти. В ее деле тоже принимал участие Роя Мидоу, ее посадили. И потом это дело тоже начали пересматривать. И тут женщина внезапно для всех признается, что она и правда их убила. И не только их, а еще и первого много лет назад. Итого три жертвы. Рассказала, как и почему это сделала. Робинсон сказала, что она задушила ребенка сдувшимся воздушным шаром, что до этого считалась смертью от СВДС. В интервью полиции она сказала, что не могла справиться с Викторией, была в депрессии, и подвергалась критике со стороны своей матери. Я чувствовала, что она была матерью, и мне было позволено только присутствовать там. И даже тогда это было неохотно. Этот случай является напоминанием, что не все матери, находящиеся в тюрьме за убийство своих детей, являются жертвами судебных ошибок. Это цитата. Но как разобраться, кто убийца, а кто нет, если не там, не там, нет доказательств? Вероятно, никак. Но давайте поразмышляем. Пока я читал все эти дела, я набрел на одну фразу, которая очень понравилась. Нет смысла навязывать определенность там, где существует неопределенность. И это максимально в точку. Определенно можно сказать только где купить дешевые авиабилеты. Разве нет? Вряд ли, когда речь заходит о сервисе дешевых авиабилетов, люди не знают его названия. Нет. Они точно знают. Это авиасейлс. Тут по-другому никак. А если речь касается такой сложной штуки, как обвинение человека, то если ты в чем-то не уверен, зачем выносить обвинительный приговор? Почему они говорят то же самое про оправдательный? Потому что есть мнение, что лучше отпустить несколько виновных, чем осудить одного невиновного. А вы как считаете? Не делайте поспешных решений, как те судьи. Это довольно сложный вопрос. И здесь нужно хорошенько подумать. Да, мы выяснили, что даже ученые могут ошибаться. И эти ошибки могут приводить к катастрофическим последствиям. Роя Мидоу отстранили. И началась новая глава в истории синдрома внезапной детской смерти. Но отпустили ли Кэтлин Фолбек, как остальных? Все куда сложнее, ведь в ее деле все еще присутствуют дневники, которые являлись признанием вины. Но было ли это на самом деле признанием вины? Начну издалека. Вы знали, что матери часто думают о том, как трясут, бьют и душат своих детей? Он же психопатки, да? Какой человек в здравом уме так подумает о своей малютке? Скорее всего, скажет человек, который с беременностью не сталкивался. Какие-то исследования говорят, что до 50% родителей думают о причинении вреда своим детям. Какие-то говорят, что каждая мать может об этом думать. Для вас это не должно быть чем-то сакральным. Стресс, недосыпание, ссоры, депрессия. Вспомните свои мысли, когда вас кто-то обидел, когда кто-то ударил, оскорбил, когда хотите отомстить. Время стресса, когда ваша собака насрала вам на подушку. Часть людей проигнорирует это, но у остальных появятся мысли. Клянусь, я убью. Вот дай еще один повод, я тебя убью. Это не фигура речи. Люди действительно думают, что они способны на убийство, так как этот поток мыслей просто не остановить. До 91% опрошенных говорят, что у них появляются мысли об убийстве. Но как говорят исследования и здравый смысл, мысли это не действие. Это я еще не говорю о послеродовом обсессивно-компульсивном расстройстве, когда мать боится. У нее навязчивые мысли о том, что она намеренно навредит своему ребенку. Возможно, кто-то из них мог вести дневник со странными мыслями, понимаете? И на всякий случай подчеркну, даже если такие мысли являются нормой, это не гарантия того, что мысли не перейдут в действие в каких-то случаях. Это слишком сложная тема, чтобы не делать такие оговорки. Но суть-то в чем? В дневниках Кэтлин Фолбек за 10 лет не было ни одной фразы о нанесении вреда или убийстве. Вы наверняка сейчас вспоминаете те ужасные строки, которые я показывал. За эти строки мамы всего интернета хотели, чтобы Кэтлин горела в аду. Не обижайтесь, но это была манипуляция. Чтобы наглядно показать, что происходило в суде. Ведь именно так сделала сторона обвинения, показав ровно то же самое, что показал вам я. Представьте, что я прокурор. Моя задача вас убедить в том, что она виновна и убивала своих детей. Как я это сделаю? Во-первых, буду пренебрежительно о нем отзываться. Так и сделал прокурор Марк Тедески. Ее дневники содержат бессвязные разговоры о ее весе, ее желании, чтобы на нее смотрели мужчины на дискотеках, отчаянном желании заниматься спортом, чтобы похудеть, о ее личной жизни и так далее. А еще я не покажу вам контекст. В своих роликах я вам часто говорю про контекст, что он безумно важен и что без него люди склонны делать сумасшедшие выводы. Если замечали это за собой, то не думайте, что вы какой-то не такой. На суде даже не пытались найти другую интерпретацию слов из дневника. Никто не предлагал, да... Никто и не просил прочитать его полностью, чтобы понимать общую картину. Десять гребаных лет ведения записей превратились в кучку мелких цитат, которые посчитали признанием в убийстве своего ребенка. Зацените уровень абсурда. 19 числа в ночь, когда умер первый ребенок, она написала в дневнике «Наконец-то уснул». Убила, говорит сторона обвинения. Вот доказательство. А вот еще запись после рождения третьего ребенка. На этот раз я собираюсь позвать на помощь. На этот раз я больше не собираюсь пытаться все делать сама. Я знаю, что это было главной причиной всех моих стрессов раньше. А стресс заставлял меня совершать ужасные вещи. Делать ужасные вещи равно душить детей. И присяжные такие. Ну, звучит логично. Другой-то версии нет. Уровень дискурса примерно как если бы у меня был хомяк и я бы писал в дневнике о том, как он меня бесит, потому что смотрит на меня ночью и он бы умер каким-то образом, то мой дневник был бы доказательством, что я его убил. Это как будто даже смешно произносить. Так что лучше последите за тем, что вы пишете в дневниках и в интернете. Чуть что это против вас же сыграет. Но! Спустя многие годы семь экспертов, психиатров и психологов, которые расследовали записи в дневнике, единогласно сказали, что это было чувство вины матери, не знающей, почему она потеряла детей. Но никак не признание в убийстве. Там было много отсылок к Богу, что он забрал ее детей. У нее включилось магическое мышление. Она говорила, что ребенку что-то помогло и так далее. Не она, а что-то. Ну и пусть в суде так зацепились за косвенную улику, зато эксперты сказали свое слово и теперь все поменяется. Это было ожидание. А вот реальность. Комиссар расследования отклонил предположение о том, что эксперты могли бы помочь ему разобраться в дневниках Фоллик. Даже принимая во внимание все ее глубоко укоренившиеся психологические субъективные переживания и детскую травму, а также любое эмоциональное состояние, в котором она могла находиться на момент написания различных записей, невозможно придать записям в дневнике какой-либо смысл, отличный от их обычного английского значения. Невозможно придать другой смысл. Так и запишем. Уважаемый судья, у меня есть неопровержимые доказательства, что подсудимый совершал акт дефекации на моего подзащитного. С чего вы это взяли? В дневнике он пишет. Да я срать на него хотел. Из-за этого апелляция была отклонена в очередной раз, а Фоллик так и осталась за решеткой. Хотя первое, в дневниках ничего нет. Второе, статистика Миду не работает. И тут начинается то, ради чего я вас всех собрал. Я напомню, что она все время заявляла, что невиновна. И в 2015 году апелляции были исчерпаны, что означало сидеть ей до конца срока. Единственный вариант направить петицию главному прокурору и просить расследования. Ответ приходит только спустя три года. В котором прокурор Марк Спикман говорит, что расследование будет проведено. Все понимали одно. Этот шанс последний. Это Карола Винуэсо. Ученый и профессор из Испании. Лауреат премии министра науки Австралии. Старший руководитель в институте Фрэнсиса Крика. Это биоисследовательский центр такой. И она в 2018 году никак не была связана с Фолбик. Даже не слышала о ней. Однажды вечером на ее телефон поступает звонок. Это был ее бывший студент, исследователь, который сменил профессию и сейчас работает адвокатом. Он рассказал, что многих экспертов решение судьи не устроило. Они подозревают, что в этом деле имеет место быть какое-то заболевание, которое не удалось обнаружить. И попросил помощи у Винуэссы, которая имела достаточный опыт в иммуногенетике. Та согласилась и начала изучать дело. Ей сразу бросилось в глаза, что, первое, следов насильственной смерти обнаружено не было. Некоторые эксперты говорили, что удушение младенца не обязательно должно быть видно, но все-таки пришли к выводу, что не оставить хоть каких-то следов удушения на четырех детях это и правда странновато. Второе. У детей были диагностированы заболевания, которые часто диагностируют именно при синдроме внезапной детской смерти, а именно ларингомоляцию у одного и заболевание сердца у другого. Профессор Стивен Корнер, исследовавший дело, начал свое расследование и выяснил, что, судя по всему, у Лоры был миокардит, что он назвал причиной смерти. С ним согласились другие консультанты по судебной патологии, хотя они даже не знали, чье сердце они изучают. А затем и другие ученые подтвердили вывод о миокардите. По идее, такая информация должна вызвать сомнение в виновности и быть перепроверена. Мы все понимаем, что всякий раз, когда мы используем слово или термин СВДС, всегда есть вероятность, что этому может быть неестественное объяснение или может быть естественное объяснение, которое мы не можем найти, сказал профессор Корнер. Нет, не все понимают. Эти данные в суде были проигнорированы. Ничего не оставалось, кроме как искать другие зацепки. Как раз не так давно Венеса была связана со случаем, когда в семье погибло 4 ребенка и удалось обнаружить 3 ДНК-мутации, которые могли привести к смерти. А между тем вероятность того, что мутация будет у всех четверых детей была безумно маленькой. Но все же она была. Венеса с коллегой взяли образец ДНК-фолбик, секвенсировали его и обнаружили нечто интересное. У нее была мутация в гене Калм-2. Калм-2 один из трех генов семейства кальмодулинов, которые, помимо прочего, помогают регулировать расширение и сокращение сердца. Почему это было важно? Потому что другие варианты кальмодулина были связаны с сердечными заболеваниями. И да, со смертью в маленьком возрасте. Но именно такой мутации, которую назвали G114R, не было в научной литературе. Они не знали, была ли она у детей. Это была пока что просто зацепка. И только компьютерная симуляция показывала, что это может быть опасным. Нужны еще доказательства. В расследовании принимало участие две независимые научные команды. Команда Венуэса и команда из Сиднея. В 2019 году обе команды получают ДНК четырех детей. Кровь, которую взяли при рождении. Отец детей давать свое ДНК отказался, кстати. На бывшего мужа Кэтлин Фолбик оказывается все большее давление с требованием предоставить свою ДНК. А ведущие ученые заявляют, что его сотрудничество предоставит жизненно важную информацию, которая могла бы оправдать женщину, заключенную в тюрьму, за убийство их четырех малолетних детей. Крейг Фолбик указал, что не будет предоставлять свою ДНК или присутствовать на предстоящем расследовании, назначенном на ноябрь, ссылаясь на нехватку средств для юридического представительства. Но, допустим, это правда. ДНК Крейга у нас нет. Что будем делать? Мы переоденемся в горничных, приберемся в его дом ночью и... Нет. Этого мы делать не будем, если не хотим сесть в тюрьму. Ведь без его разрешения его ДНК нельзя изучать. Это буквально называется кража ДНК. И за это есть уголовная ответственность. Остается только изучать ДНК детей. Что привело, кстати, к интересным подробностям. У девочек Лоры и Сары также была обнаружена эта мутация. И команда Венуэса сказала, что вариант гена можно классифицировать как вероятно патогенный. То есть вызывающий заболевания. Команда из Сиднея тоже обнаружила его. Но тут началось нечто странное. Они сказали, что он не патогенный, а скорее ну обычный. Да и вообще Кэтлин же не болела. Не болела. Значит, не факт, что дети будут. Умерли во сне? Ну, так не бывает при сердечных болезнях у таких маленьких детей. Все. Разговор закрыт. Венуэса не сдается. Она поднимает архивы. Международный реестр Кальмадулина и понимает, что команда из Сиднея не права вообще ни в чем. Она нашла много случаев, когда дети до трех лет умирали из-за внезапной остановки сердца. Она выясняет, что 20% таких смертей происходят во сне. Она находит семьи, где мутации Калм передавались одним доброкачественной, а другим патогенные. Все, что делала команда из Сиднея явно противоречило научному методу. Я была убеждена, что Фолбик выпустят из тюрьмы. И вот день Икс. Судебный пристав, который руководит расследованием Реджинальд Бланч получает в руки два совершенно разных отчета. Буквально виновна и невиновна. Ему остается принять решение. Я предпочитаю опыт и доказательства профессоров из Сиднейской команды. У нас все еще есть дневники. Вы убили их, не так ли? Нет. Я не убивала своих детей. Оба ваши дневника не указывают ни на что другое, кроме как на то, что вы убили их. И вы знали, что сделали это. Но вы хотели сделать это еще раз и сделать это лучше. Я не убивала своих детей. Мои дневники указывают лишь на то, что мне было очень и очень плохо. Насколько мне было плохо. Судья Бланч признал, что когда ему дали противоречащие друг другу выводы от ученых-экспертов, то он все-таки склонялся к тем, кто был против Фолбик, так как читал ее дневники и все понимал. В своем отчете он назвал ее дневники фактическим признанием вины. Приговор остается в силе. Это был тот самый момент, когда все были готовы опустить руки. Да, это факт, что методы, которые были использованы для поиска мутаций, не были доступны в 2003 году. Но сейчас, имея на руках два противоположных исследования, это все равно 50-процентная вероятность, что приговор был ошибочный. Но судья не стал менять своего мнения. Мировые СМИ в очередной раз поливают грязью Фолбик, даже не представляя, что произойдет дальше. Винуэса продолжила копать. Каждый тест показывал, что эта мутация опасна и могла привести к смерти детей. Все эти данные отправляла экспертом по всему миру. Все они подтверждали этот вывод. Более того, они согласились быть соавторами крупного исследования, которое отправили в ретензируемый научный журнал Европейского общества кардиологов. В итоге эта статья написана 27 учеными, включая ведущих мировых экспертов в области генетики сердечных аритмий. И вывод там однозначный. Скорее всего, мутация привела к смерти двух девочек. У одной даже был миокардит. Вы спросите, было всего четыре ребенка. Допустим, два умерли от мутации. Но она не досталась мальчикам, а значит и объяснения их смерти нет. Отказ мистера Фолбига представить образец ДНК был упущенной возможностью расследовать, унаследовали ли двое сыновей пары генетические мутации со стороны отца, которые могли бы объяснить их смерть. Да, но у мальчиков была обнаружена мутация в другом гене, который называется БСН. Ген, который, как показано, вызывает раннюю летальную эпилепсию у мышей при обнаружении. А я напомню, что Патрик страдал от эпилепсии, но, как мы знаем, мыши это не люди. И то, от чего умирают мыши, может быть не страшно человеку. Тем не менее, забегая вперед, скажу, что мутацию этого гена впоследствии обнаружили у людей, у которых была эпилепсия. Итого у нас есть мутация гена, которая может быть безопасной или опасной у обоих мальчиков. У нас есть эпилепсия у Патрика и ларингомаляция у Калиба, что часто выявляется при СВДС. Так что зацепки есть. Но даже если двух детей она убила сама, ее осудили за четверых убитых детей, в голове это звучало иначе. Но все же таки обобщение до добра не доводит. Со всеми этими сведениями юристы подают апелляцию в Верховный суд и это опять ни к чему не приводит. И знаете, почему это полная жесть? Потому что происходит опасный прецедент. Есть разумные сомнения в том, что как минимум двое детей могли умереть из-за мутации. Но мнение судей, а это я напомню, просто мнение людей, основанное на материалах дела, было не изменить, даже имея на руках научные исследования. Это означает, что убедительные медицинские научные доказательства могут просто игнорироваться в пользу субъективных интерпретаций косвенных улик. Ну, по факту. Суду было проще поверить в статистику без доказательств от именитого педиатра и в косвенные улики из дневника, чем поверить сложному научному исследованию. Так что все, вариантов решить это дело через суд не осталось. Но решить ее судьбу мог не только суд. Ученые всего мира узнают об этом. Они изучают исследования. Они согласны с ним и не согласны с тем, что никто ничего не делает. И они создают петицию к губернатору, которую подписали 90 именитых ученых, в том числе два нобелевских лауреата и президент австралийской академии наук. У губернатора не должно быть сомнений в том, что дело против Кэтлин Фолбик является исключительно косвенным. Оно основано на предположении, что вероятность того, что четверо детей из одной семьи умрут от естественных причин, настолько маловероятна, что практически невозможно. Эта ошибочная логика, иначе известная как закон Мидоу, пронизывала судебный процесс расследования 2019 года, основываясь на доказательствах представленных следствию, у разумного человека должны возникнуть сомнения в том, что госпожа Фолбик убила своих детей. Принятие иного решения отвергает медицинскую науку и закон, устанавливающий стандарты доказывания. Вау, это называется ультанули. Очень редко ученые коллективно публично комментируют серьезную судебную ошибку и поддерживают призывы к освобождению осужденного. Ведь сами подумайте, если они будут неправы, и она окажется убийцей, это будет клеймом на всю оставшуюся жизнь. Большие риски для ученых, в общем-то. Но они пошли на это и отправили петицию с просьбой помиловать Кэтлин Фолбик. Как вы думаете, был ли ответ? Венуэссо отправилась в тюрьму, где содержат Фолбик, чтобы увидеться с ней. Это была уже не та молодая девушка. После стольких лет, проведенных в тюрьме, Кэтлин перестала быть похожей на саму себя. Ее недавно избили женщины-заключенные, и приезд ученого помог как-то поднять настроение. Они говорили о расследовании, петиции, жизни в тюрьме. Фолбик радовалась, что ее последний шанс, петицию, поддержала столько ученых. Но она особо ни на что не рассчитывает. Венуэссо призналась, что ей было больно это слышать, ведь она считала, что подвела Фолбик. Начала такое крупное дело и не смогла закончить. И, вероятно, не сможет. Это был горько-сладкий момент. Это было также прощание. После нескольких лет, проведенных в Австралии, я переезжаю в Соединенное Королевство. Прежде чем сделать это, я хотела поболтать с человеком, которого изучала генетически в течение последних нескольких лет. Путешествие началось из любопытства, продолжилось из убежденности, а может даже из задержимости. Это было не просто генетическое исследование. Дело Фолбик отражает то, как наука представлена в судебном процессе. Оно показало, что косвенные доказательства имеют больший вес, чем научные исследования. И это также выявило количество женщин, которых судили и клеймили без каких-либо медицинских оснований. Дело Фолбик превзошло саму Фолбик. По словам Кэтлин, даже сам факт наличия петиции улучшил ее жизнь в тюрьме. Когда они узнали другие заключенные, они перестали считать ее виновной и стали относиться по-другому. В марте 2021 года мы получили петицию от адвокатов мисс Фолбик с просьбой воспользоваться королевской прерогативой милосердия и помиловать ее. Ознакомившись с этими доказательствами, я, как генеральный прокурор, мог бы предложить несколько вариантов рекомендаций. Одним из таких вариантов было полное отклонение ходатайства. Это было бы неправильным решением. На мой взгляд, доказательства явно достигают необходимого порога для какого-то вмешательства. Это не означает, что у меня сложилось какое-то мнение относительно виновности или невиновности, но, безусловно, новые научные данные вызывают достаточно вопросов или сомнений, которые оправдывают ту или иную форму вмешательства. Я решил рекомендовать публичное расследование. Она пока не знает, что расследование будет идти целый год. Будут найдены новые доказательства. Все новые эксперты будут вовлечены и в конечном счете. Но, впрочем, смотрите сами. Сегодня утром я встретился с губернатором. Я рекомендовал губернатору воспользоваться королевской прерогативой милосердия и даровать мисс Фолбик безоговорочное помилование. Губернатор согласился. Кэтлин Фолбик была помилована в понедельник. Провела вторую ночь в качестве свободной женщины. Невероятно благодарна за то, что ее помиловали. Она мечтала об объятиях в течение 20 лет. Да, в этот же день ее выпустили из тюрьмы. Безоговорочное помилование. Такого рода помилование безумно редкая штука. Ну, в Британии за 20 лет могли 4 помилования сделать. Ни о чем. И поэтому это великий прецедент. И это произошло всего пару месяцев назад. Она сейчас находится дома с семьей и друзьями. Вы рады, что все так закончилось? Это невероятная победа науки и многих ученых, которые усердно работали над этим делом в течение последних лет. Возможно, вы сейчас удивитесь этому вопросу, но вы действительно думаете, что Кэтлин невиновна? И нет, я не сошел с ума, я ведь говорил, что ролик будет необычный. Но для начала нужно понять разницу между невиновна и помилованием. Виновна или нет решает суд. Губернатор не может повлиять на вердикт, но он благодаря штуке под названием королевская прерогатива милосердия может обойти эту систему и освободить ее именно от последствий приговора, а именно выпустить из тюрьмы. То есть он не может отменить сам приговор. В данный момент Фолбик все еще виновна, и ей предстоит обжаловать приговор в апелляционном суде. И тут есть два варианта. Или же приговор останется в силе, что еще больше нахрен всех запутает, интернет взорвется от непонимания и того, что никто между собой не может договориться. Или же ее признают невиновной, что в свою очередь, разумеется, повлечет за собой компенсацию за 20-летнее заключение в тюрьме из-за судебной ошибки. А это миллионы и миллионы долларов. Хотя давайте будем честны, если она невиновна, то какая сумма вообще может быть адекватной, если учесть, через что она прошла. И вот тут, на без понятия какой минуте видео, я хочу вам сказать, что подводка наконец закончилась. Наконец-то я в привычной обстановке, и многие из вас знают, если я нахожусь на фоне этой стены, то будет разоблачение. Но кого разоблачать будем? Ну нет. Не может же все это быть неправдой. Не хочу раскрывать всех карт, скажу только, что все сказанное дальше очень важно не только в контексте этого ролика, но и всей нашей жизни. Мы с вами довольно плотно погрузились в это дело. Посмотрите на эти стопки документов. Тут по-хорошему еще часов на 10. Но я старался сократить как мог. Я, кстати, так и не понял, зачем все это распечатывал и потратил целое состояние. Все равно считал онлайн. Какой-то тупой способ понтануться в кадре. Бумагой. Серьезно? Лучше бы похвастался новой камерой, на которой все было снято. Чтобы узнать подробнее, смотрите второй канал. А если хотите быть в числе тех, кто помогает нам с новой техникой и локациями, то подписывайтесь на наш Бусти. Там много дополнительного контента и телеграм-чат, где можно с нами поболтать. Так что вы не пожалеете. Чем больше ваша поддержка, тем больше у нас возможностей. Но теперь вернемся к самому главному. К какому мы в итоге пришли в выводу? Что она виновна или что она не виновна? Нет, я не про решение суда. Я спрашиваю у вас. Какое у вас мнение? Оно ведь у вас определенно есть. Оно составлено исходя из тех данных, которые я вам показал. Все эти документальные вставки в начале, после которых вы подумали, что она убийца. Все эти расследования, после которых вы подумали, что она не убийца. Извините, но большинство из вас будет иметь мнение, нужное создателю видео. Документалки, статьи и так далее. Я ведь прочитав все это, мог прийти к выводу, что лично для меня она виновна, как это сделал судья в 2003 и 2019 году. Я бы нашел материал, который подтверждает мою точку зрения и выкрутил бы все так, чтобы вы подумали, что она подтверждает свое прозвище. Самая ужасная серийная убийца Австралии. А мог бы наоборот выгораживать, что есть сил. Перепроверили бы вы после меня. А теперь подумайте еще раз, а вы точно уверены, что она не виновна. Поставьте на паузу и напишите свое мнение, а потом досмотрите. Кто знает, может оно поменяется. В интернете можно встретить много критики того факта, что Кэтлин оправдали. Это можно заметить в комментариях под публикациями, но их можно не брать в расчет. Это классические рассуждения в стиле опять оправдали психопата и все в таком духе. Это мнение основывается ни на чем, просто предположение, что судья ошибся, что ошибся. Куда интереснее выглядит критика помилования от известного криминального профайлера Пэт Браун. Криминалистике профайлинг или профилирование это метод, используемый для идентификации лица, совершившего преступление, путем определения личности и поведенческих характеристик преступника на основе анализа совершенного преступления. Проще говоря, такие люди составляют профиль преступника, исходя из оценок и анализов и пробуют помочь в расследовании преступлений. Пробуют помочь. Важная сноска. Так вот, Пэт Браун критикует ученых за то, что те, когда слышат слово наука, готовы соглашаться со всеми тезисами и в итоге топили за неправильное исследование, что привело к помилованию Фолбик. То есть она говорит, что ученые неправы. Кэтлин Фолбик на самом деле убийца, ее нельзя было помиловать. В доказательство приводятся ее дневники. Да. Справедливости ради стоит заметить, что Пэт Браун критикует вообще все в своих книгах о профайлинге. Полицию, ФБР, суды, ученых, других профайлеров просто за то, что она точно знает, кто убийца, но ее никто не слушает. Создается ощущение, что она может раскрыть все преступления, но, к сожалению, никакие так и не смогла. Только потому, что ее не послушали. Как там говорится, если все вокруг плохие, то может дело в вас? Не поймите неправильно, если бы этот человек раскрывал дела, как орешки, то это бы имело вес. Но насколько я понял, она в своих книгах пишет только о делах, которые не получилось раскрыть. Остальное это автобиография, реклама ее профайлинг-агентства, непопулярные мнения об убийцах и догадки о популярных нераскрытых делах. Без каких-либо исследований или настоящих улик, на что постоянно указывают люди, обрушивая рейтинг книг на любом сайте. Кто знает, возможно, такая уверенность в себе проложила путь на телеканалы и сделала ее одним из самых популярных профайлеров в США. Самопровозглашенным, разумеется. Также не стоит забывать, что профилирование в криминалистике это слишком спорная тактика. Я бы даже сказал, спорный инструмент, который нельзя воспринимать в отрыве от других улик. И разумеется, не стоит этому доверять больше, чем каким-то другим, более очевидным доказательствам. Но об этом в другой раз. Я к чему завел разговор о Пэт Браун и других людях, которые думают, что мать тех четверых детей виновна в преступлении. Несмотря на все то, что я сказал, они могут оказаться правы. Да, но ДНК улики показали, что прикол хотите? Даже когда появилась возможность выявлять в анализах содержание чего-то, что может изменить ход дела, никто не гарантирует честность и чистоту. Это Патриция Столлингс. В 1989 году она доставила своего трехмесячного сына в больницу. Ему было плохо, его буквально выворачивало наизнанку. Анализы показали высокое содержание этиленгликоля, органическое соединение, которое в основном используется для производства антифриза. Ребенка госпитализировали и выставили охрану с целью защиты. Проходит несколько месяцев, он вроде бы идет на поправку, и матери дают с ним увидеться. Сразу после этого визита ему становится плохо, и через какое-то время он, к сожалению, умирает. Отравление антифризом, который был найден в подвале дома Столлингс. Очевидно, куда идет дело, да? Полиция уверена, что она отравила его еще раз во время визита и, разумеется, задерживает Патрицию. И на этом закончилась бы история, если бы она не была в момент суда беременная и не родила бы еще одного сына. Его тут же забрали, и она даже не успела с ним толком посидеть. Знаете, что у него было обнаружено позже? Тоже высокое содержание этиленгликоля, хотя его очевидно, никто не успел бы отравить гребаным антифризом. Только в случае с новорожденным малышом ему диагностировали метилмолоновую ацедурию, нарушение обмена веществ, которое может быть довольно опасным и привести к смерти в некоторых случаях. Заболевание вырабатывает соединение, которое на один атом отличается от этиленгликоля. И при невнимательном рассмотрении их можно спутать. И так как это генетическое заболевание, разумеется, адвокат Патриции побежал показывать пруфы того, что могло привести к смерти первого малыша. Знаете, что ответил прокурор? С таким же успехом вы можете предположить, что какой-то маленький человечек с Марса спустился и напичкал его какими-то таинственными бактериями. Пожизненное заключение без возможности обжаловать приговор. Вы можете подумать, что это какой-то прикол или фейк, или что судьи куплены. Но дальше еще абсурднее. Это загадочное убийство показывают по телеку в программе Unsolved Mysteries. Чушь всякая про НЛО, неразгаданные тайны. Но именно этот выпуск увидел профессор Уильям Слай, заведующий кафедрой биохимии. Ему стало интересно, он провел дополнительные анализы погибшего мальчика и вместе с другими экспертами выяснил, что адвокаты были правы. Это не отравление, это генетическое заболевание. Исследование доказало халатность лабораторий, проводившие первые тесты. В итоге ее, разумеется, отпустили, а тот чел, который про пришельцев с Марса затирал, извинился. Я приношу свои извинения, как лично, так и за штат Миссури. Спасибо большое. Так неожиданно и приятно. Это что получается? Человечек с Марса таки напичкал бактериями ребенка? И опять совпадение заставило ученого пересмотреть вывод других ученых. А представьте на секундочку, что генетики через много-много лет выяснят, что на самом деле мутация у детей Фолбек точно не ответственна за смерть. Поэтому да, есть вероятность, что потом научные данные не смогут в полной мере доказать невиновность Кэтлин. Что если гены здесь играют только второстепенную роль? Какие-то дети погибли случайно, а какие-то специально. Думали об этом? Тогда Пэт Браун, другие профайлеры и детективы, которые с ней согласны, окажутся правы. Потому что высказывали непопулярное мнение, которое попало в точку. Просто ткнули пальцем в небо или в этот раз действительно что-то знали. Но что если ученые говорят правду и Кэтлин действительно оказалась той самой матерью, которой жутко не повезло и все ее дети погибли совершенно случайно. А за решеткой она оказалась из-за старой статистической ошибки. Тогда каждый, кто их публично обвинял, дезинформировал людей и, возможно, сами того не осознавая, создавали культ ненависти. Без шуток. И речь не только о Кэтлин Фолбек. Написано очень много книг, которые предполагают, что в смерти или пропаже детей замешаны именно родители. Но полиция и даже спецслужбы утаивают эту информацию. Есть ли у них доказательства? Нет. Есть только предположения. Но так как эти книги стали популярны, то эти предположения идут в народ, заставляя людей в это верить. И это проблема, потому что правды эти писатели или профайлеры не знают. Как и полицейские, которые еще ведут расследование. Правды не знаем и мы, когда видим в каком-то паблике невероятную сенсацию, что не мешает нам уже сделать вывод и создать тот самый культ ненависти. Давайте приведу небольшой пример. Это Линди Чемберлен. В 1980 году она с мужем и двухмесячной дочкой Азарии пошла в поход с палатками. Позже она обратилась в полицию и рассказала, что их дочка пропала. И не просто пропала, а была вытащена из палатки собакой Динго. Динго у него ребенка. Странно, скажете вы. Да, полицейские подумали так же и окрестили рассказ о Динго выдумкой, а самих родителей подозрительными. Давайте поговорим о пятнах крови в машине. Я не собиралась строить догадки, как она туда попала. Мисс Чемберлен, могу ли я предположить, что вся эта история с Динго просто фантазия? Разумеется, нет. Вся эта история чушь, и вы это знаете! Началось расследование. В том месте был найден окровавленный комбинезон. Ученый-специалист Джеймс Малкольм Кэмерон сказал, что пятна крови выглядят совсем не как после укуса животного, и эту девочку убили острым предметом. В машине родителей тоже были найдены пятна крови. Газеты и писатели бунтуют. Они называют родителей девочки убийцами и сектантами. Кто-то на полном серьезе заявляет, что мать девочки ведьма, и это был обряд. Кто-то видит в ее интервью недостаточную скорбь, как будто мы точно знаем, как должна выглядеть скорбящая мать спустя годы. В общем, суд выносит приговор. Пожизненное заключение для Линди Чемберлин. Тело девочки так и не было найдено. Но твист этой истории может взорвать мозг своей неочевидностью. В 1986 году, спустя 4 года после обвинения, турист Дэвид Брэд срывается со скалы в районе, где пропала девочка. Его находят только спустя 8 дней под скалой в больших кустах, где также находится и логово Дзинга. И около одного из них находят верхнюю куртку Азарии. Дело начали в срочном порядке пересматривать. Начался хаос. Кровь в машине оказалась совсем не кровью. Ученый Джеймс Кэмерон к тому времени оказался дискредитирован из-за неправильных показаний в других делах. И выяснилось, что он фатально ошибался, что приводило к неправомерному осуждению. Девочку действительно убили собаки Динга, о нападении которых сообщали во время пропажи ребенка. Но всем было плевать. Куча случайных совпадений и ошибок в очередной раз привели к тому, что ее срочно оправдали после 6 лет в тюрьме. Она, разумеется, смогла получить компенсацию в размере 1,3 миллиона долларов. Дело было закрыто только в 2012-м. Но теперь взгляните на эту фотографию, сделанную во время судебных процессов. Это называется охота на ведьм. Не стреляйте в животных из-за человеческой лжи. Выпустить ее? Нет. Повесить ее. Представили его лицо, когда вскрылись новые подробности? Ведь он предлагал повесить мать, убитую горем из-за смерти ребенка. А что, если бы и правда была смертная казнь? Тогда в копилку добавился бы еще один случай, когда человек был оправдан уже после казни. Упс! Наверное, говорит суд в таких случаях. Не нужно думать, что только в Австралии такая судебная система. Очевидно, нет. Хотя, наверное, так никто и не думал. На самом деле, такое везде. В каждой стране творится хаос и беспредел. И если вам интересно и вы поставите много пальцев вверх, то я вам как-нибудь расскажу о самых вопиющих случаях. Но вернемся к влиянию на наши умы. Существует отдельный термин trial by media. То есть суд через СМИ. Когда до вынесения приговора СМИ само решает, виновен человек или нет. Эта информация не имеет ценности, это мусор. Но мир не может хотя бы немного побыть в адеквате. Поэтому такая охота на ведьм как минимум служит поводом для того, чтобы человек потерял работу, друзей, семью и так далее. А если же СМИ оправдывают настоящего преступника, то это дает ему известность и фанатов. И что самое главное, это может сделать обвинение предвзятым. А знаете, что происходит, когда виновного по их мнению человека оправдывают и находят настоящего убийцу или улики. Ничего. Никаких извинений, никаких новостей об этом. Мы ни при чем, да и вообще просто предположения делали. А вырезание из контекста ради громкого заголовка это прям классика. Кока-кола в очередной раз вызывает рак? ЦРУ подтвердили существование пришельцев? А вы попробовали взять и немного почитать об этом? Наверняка нет. Но вы можете подписаться на мой телеграм-канал, где на такие громкие фейки стараюсь сразу реагировать. И в очередной раз заставляя вас задумываться, а не клеймить что-то только потому, что в новостях сказали. Все ведь может поменяться. Вот прикольные примеры. В 1903 году газета Нью-Йорк Таймс делает смелое заявление, что человек может подняться в воздух только через как минимум миллион лет. Пишет она это только потому, что все попытки полететь были неудачными. Таковы были реалии. А газеты любят пугающие, сенсационные заголовки. В том же году братья Райт совершили первый полет. Неловко получилось. И не стоит притворяться, что зловещие слова в секретных дневниках Фолбик не касались ее вины в убийстве четверых своих детей. Она останется за решеткой до конца срока и выйдет из тюрьмы только как условно освобожденная преступница, а не как жестоко обиженная святая, которой ее считают сторонники. Пишет репортер Кэндис Саттон. Такей, где-то убийцы проклятой. Кэтлин Фолбик, женщина, которую когда-то называли худшей серийной убийцей Австралии, освобождена из тюрьмы. Новые экспертные медицинские доказательства, опубликованные в марте 2021 года, ставят под сомнение вину Фолбик. Пишет репортер Кэндис Саттон спустя два года. У меня давно нет розовых очков насчет всего этого. Новости это буквально новая информация, поэтому она может быть неверной, так как написано с пылу жару. Часто это просто сенсационные слухи, чтобы было больше цитируемости. И ни о какой непредвзятости речи не идет, разумеется, это просто невозможно. Но чтобы вот таких кульбитов с переобуванием не было, может не стоит в свежую новость вставлять не надо притворяться, что в дневниках говорилось не про детей убийства, окей? Это сразу склоняет читателя к своему мнению, не давая ему самому решить. Да и как тут решить, когда ее обвинили и все новости билайк? Ну вот сучка детоубица села на 30 лет и по делам, сдохнет в тюрьме, никто и не вспомнит. И когда отпустили, невинная мать помилована из-за ужасной судебной ошибки. Какие же судьи куски говна? И читатель, который видит эти новости с разницей в 2 часа. Да что мне делать? Поэтому у меня просьба, если вы профайлер, который напрямую не связан с делом, если вы экстрасенс или просто писатель, который догадывается, большую аудиторию об этом рассказать, но у вас нет доказательств, закройте свой рот. В мире хватает оправданий убийц и ошибочных приговоров. Как вы могли заметить, сейчас Тру Крайм довольно популярный формат в Ютубе. О преступлениях говорят совершенно все и я сам лично пересмотрел много видео о Кэтлин Фолбек, которые вышли ну год назад и где это была законченная история про женщину, серийную убийцу детей. Однозначный вывод. Убивала, ведь она виновна. Сейчас все поменялось. Я не обвиняю никого. В любом, казалось бы, очевидном деле могут возникнуть новые улики и дело будет пересмотрено, но люди, которые смотрели ролики, уже знают, что она убийца. И во избежание этого я не буду однозначно утверждать, кто виновен, а кто не виновен. Это просто не в моей компетенции. Я тут за другим. Как раз показать, как обман или ошибка может повлиять на ход истории. Показать, что каждый, кого считали правым, может по итогу оказаться неправ, так же, как и тот, над кем насмехались и называли дураком, может оказаться более дальновидным. Вы всегда должны держать это в голове. Эмма Канлифф, профессор юридического факультета, в 2011 году выпускает книгу «Убийство, медицина и материнство», в которой много уделяется исследованиям дела Кэтлин Фолбек. В тот момент, когда чуть ли не весь мир говорил, что она убийца, профессор пыталась разобраться, а точно ли был правильный приговор. Она не говорила точно, она приводила аргументы и задавала вопросы. Это то, как нужно погружаться в такую сложную тему. Не утверждать, а задавать вопросы. Эту книгу разбирали научные журналы. Многие были согласны со скепсисом. Но что в это время происходит среди обычных людей? На Амазоне у книги два балла. Люди пишут, что это невозможно, ведь есть дневники, доказывающие обратное. Это риторика, которой насквозь было пропитано это дело. Откуда они и нахватались этого? Проходит больше 10 лет. Все разворачивается на 180 градусов, но отзывы остаются на месте. Вы понимаете, о чем я? Ваше мнение не является на самом деле вашим. К чему мы пришли? На данный момент мы имеем мнение ученых о том, что она невиновна. А ее бывший муж Крейг до сих пор настаивает на ее вине, что, кстати, является отличительной особенностью этого дела. Во всех других случаях мужья были еще в браке и поддерживали своих жен, а тут они уже давно были не вместе. Обвинение еще не снято и непонятно, будет ли снято. Иногда такие разбирательства могут идти десятилетиями, но многие юристы уже называют дело Кэтлин крупнейшей судебной ошибкой в истории Австралии. Но что это поменяет? Ну, ученые надеются, что к настоящим исследованиям начнут прислушиваться, а генеральный прокурор Майкл Дейли сказал, что он открыт для любых необходимых изменений в судебной системе, чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится. Как говорится, хотелось бы верить. Да? Судебная система любой страны не идеальна и неизвестно, будет ли идеально хоть когда-нибудь. Но подвижки действительно есть. Рой Миду, из-за которого, по сути, и началась эта история, извинился за то, что вводил в заблуждение и был отстроен от медицинской практики. Извинений за сломанную жизнь недостаточно, скажете вы. Но более того, он потом обжаловал это решение и его вернули, а в 2009 году добровольно вышел из медицинской организации. Сейчас у него нет лицензии врача, а в законы начали вносить изменения, согласно которым мнение экспертов должно нести под собой надежную научную основу, чтобы быть принятым, иначе высок риск нарваться на предвзятость. Казалось бы, это должно быть очевидно, но мы часто говорим об очевидности произошедшего уже после того, как это случилось. Начав изучать эту тему, я не думал, что это выльется в нечто большее. Это рассказ только отчасти о детях и судебных ошибках. Больше о том, что почти ничто не является истиной на 100%, каким бы однозначным ни казался вывод. Дело Фолбик действительно переросло саму Фолбик. Давайте мы зададим несколько вопросов, чтобы было на чем подумать после ролика. Могла ли Кейтлин убить кого-то из своих детей, несмотря на то, что был найден ген, который может объяснить смерти? Могла. Могут ли по улицам гулять настоящие убийцы, которых посчитали невиновными? Разумеется. А могут ли быть невиновные уже казненные люди? Вы даже, наверное, не представляете, сколько людей казнили, а потом признали невиновными после появления ДНК-тестов? А вдруг Роберт Кларк О'Брайен окажется невиновен? А вдруг все женщины, о которых я рассказал, наоборот, виновны? А вдруг летающие тарелки существуют? А вдруг снежный человек? Может показаться, что я даю ответы на эти вопросы, но на самом деле нет. Я задаю вопросы, а точно ли все так, как нам говорят в новостях и популярной культуре? Никто знает. Может настанет день и появится такая информация, которая своей тенью закроет все то, о чем я вам рассказывал. Я даже буду не против. Задавайте вопросы, так даже жить интереснее. Спасибо за это приключение. Надеюсь, вам понравилось и вы сделаете выводы из всего сказанного. И, конечно же, интересно, что вы об этом думаете. Ну а мы будем следить за развитием этого дела. Оно уже переросло в нечто большее, нечто важное не только для Австралии, но и для всего научного сообщества и, разумеется, важное для меня. Ведь именно ее история помогла вновь напомнить вам, что поиск правды дело, конечно, хорошее, только не забывайте, что найденное вами правда может быть обманчиво. Увидимся в будущих расследованиях. После того, как Крейг отдал дневники полиции, в их доме установили прослушку. Всего было записано около 500 часов разговора. Я не хочу, чтобы тебя преследовали за то, чего ты не делала. Мы с тобой знаем, я знаю, что ты этого не делала. Так же, как и ты знаешь, что я тоже этого не делал. То, что мы сейчас делаем, это то, чего от нас хотят. Сидеть здесь и ругаться, вместо того, чтобы поддерживать друг друга. Я хотел показать тебе, что ты не злой человек. Я могу быть злым человеком, могу быть ненормальным. Я и так продаю автомобили. Я использую все, что могу в своих интересах, чтобы их продать. Будь то жизнь моих детей или их смерть. Когда Лора была жива, я использовал тот факт, что у меня есть ребенок, как преимущество, чтобы продать машину. Лора умерла, и я использовал это как преимущество, чтобы продать гребаную машину. Единственная разница в том, что у них есть мои дневники, в которых, как они считают, есть подозрительные записи. Никаких признаний в убийстве. Или намеков не было зафиксировано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова